Саша, доброе утро! Могу с уверенностью сказать, что Керчь не только готовится к празднику. Жители намерены ярко и элегантно войти в новый 2020 год. Такие планы у курсантов Керченского государственного морского технологического университета. Сейчас студенты готовятся к курсантскому балу традиционному, который пройдет в феврале будущего года. О том, как проходит подготовка и насколько молодежь сегодня увлекается бальными танцами, нам расскажет хореограф студенческого клуба Керченского государственного морского технологического университета Ольга Федоренко. Ольга, доброе утро! Доброе утро! Расскажите, сколько сегодня у вас ребят в студенческом клубе, которые увлекаются хореографией? Ну, если вы имеете в виду именно наш ансамбль, академия, то это порядка около 50 человек, куда входят и девушки наши студентки, и курсанты, и курсантки морского факультета. Какого возраста они обычно? Учитывая, что у нас еще занимаются дети судомеханического техникума нашего университета, то это где-то от 16-15 лет и старше. Есть даже те, кто учится у нас в магистратуре, и мы очень, конечно, этому рады, у нас даже занимаются наши выпускники, когда они находят свободное время. Ну, то есть охват хороший. Охват возрастной, да, у нас прекрасный. А с какой подготовкой к вам приходят студенты? Ну, конечно, нам бы хотелось, чтобы они действительно приходили с танцевальной подготовкой. Такие ребята есть, кто занимался в бальном коллективе, в народном, но в основном у нас студенты и курсанты, которые приходят без подготовки. Мы берем всех, мы всем рады, и рады как бы их всему обучать. А есть ли вот такая проблема, что мальчики, допустим, парни ходят меньше, чем девочки? Ну, я бы не сказала, что они ходят меньше. Вот почему? Потому что для них это возможность лишний раз пообщаться с девочками. Тем более, что коллектив у нас дружный, все друг другу помогают, знакомятся, мы ходим вместе отдыхать. Так сказать, мы вместе трудимся, вместе отдыхаем. Замечательно. А теперь давайте перейдем к курсантскому балу. Он, насколько я знаю, традиционный. Он традиционный. В этом году у нас юбилейный. Он выходит пятый. Будет он 22 февраля на сцене ДК «Карабелла». С какими танцами будут выступать ребята? Танцы будут некоторые традиционные, которые были уже во всех четырех балах. Что-то будет новенькое. Это вальс, мазурка, различные виды полек. Мы каждый год стараемся изобретать что-то новенькое, чтобы людям было интересно, и посмотреть. И также было нашим студентам и курсантам поучаствовать. Потому что на эту сцену уже в этом году выйдут даже те студенты и курсанты, которые участвуют в пятый раз. То есть пятый курс. Мы охватываем каждый курс. У каждого курса мы постараемся сделать яркое выступление. Конечно, будет делаться упор на первый курс, потому что для них это дебют. И в каждом курсантском балу мы в первую очередь представляем первокурсников. Но также рады всем остальным курсам. Вот, кстати, как первокурсники к этому готовятся? Если для них это впервые, они выходят на большую сцену, как-то, может быть, подбирают себе наряды, советуются. Чем вдохновляются обычно? Наряды подбирают все. Независимости. Первый курс, второй, третий или пятый. Что касается морского факультета, именно им принадлежала идея создания курсантского балла. И при поддержке нашего университета, нашей администрации, нашего ректора, уже была нам поставлена задача воплотить, продумать, чтобы это было ярко-красочно, то есть яркий, красочный проект. Вот у морского факультета подготовка к курсантскому баллу ставятся занятиями, парами. То есть у них входит в расписание пара подготовка к курсантскому баллу. Они занимаются по расписанию. Единственное, что вот в декабре мы их отпустили на сессию, потому что мы, конечно же, хотим, чтобы наши студенты хорошо учились. Вот. И уже в середине января мы с ними встретимся. Но и технологический факультет уже успела заниматься целый месяц. Вот. Была последняя неделя занятия перед наступающими праздниками. И мы с ними также встретимся уже в середине января и начнем упорно готовиться к нашему прекрасному шоу. Ну вот скажите, вообще участие в таких баллах, это именно только просто научиться танцевать какие-то виды танцев бальных? Или все-таки это, может быть, знакомство с литературой классической русской, с какими-то фильмами интересными, где как раз такие можно посмотреть, как раньше проходили баллы? Ну, во-первых, благодаря нашему режиссеру Сулане Горбуновой мы делаем не только просто выйти потанцевать. Нет, у нас идет театрализованное представление, где мы рассказываем какую-либо историю. Поэтому студенты знакомятся и с историей нашей страны, и с различными традициями, с различным этикетом, как себя нужно вести в паре, какой танец какому веку принадлежит, его основные движения. То есть, помимо всего, они еще получают и образование, знания. Замечательно. Прекрасно. Ольга, я вас благодарю за эту беседу и надеюсь, что керчане в очередной раз восхитятся грацией и изяществом пар на Курсантском балу теперь уже 2020. Я напоминаю, у нас в студии сегодня была хореограф студенческого клуба Керченского государственного морского технологического университета Ольга Федоренко. Коллеги, я вас поздравляю с наступающим Новым годом и передаю слово студии. Спасибо большое, Даша. Желаем вам тоже новогоднего настроения и, самое главное, добрых вестей.